Добрый день! С вами «Всё путём»! Цикл радиопередач о правилах дорожного движения и вообще обо всём, что связано с машинами и дорогами. Сегодня третий выпуск этой программы. Выходим мы в прямом эфире, это значит каждый из вас может к нему присоединиться. Нам можно написать «Телеграмм привязан к номеру 7-921-708-2006». Можно либо задать вопрос нашему гостю, которого я буквально через несколько мгновений представлю, либо самостоятельно прокомментировать тематику сегодняшнего разговора, который мы вот буквально тоже сейчас уже начнём. Также напомню некоторые технические моменты. На всё про всё у нас не так много времени, примерно 28 минут. Посередине мы уйдём на небольшой рекламный перерыв, покинем вас примерно 2 минуты, потом вернёмся и продолжим разговор с гостем. На этом о технических моментах всё. Можно переходить непосредственно к эфиру. В гостях у нас сегодня автомеханик Артур Бриславец. Меня зовут Екатерина Богданова. Артур, привет! Здравствуйте, Екатерина! Тема нашего выпуска звучит так. Готовим машину к зиме правильно. Почему? Потому что у нас на календаре сентябрь. За окном вчера был снег, сегодня вроде бы ещё не обещали и не видела. Но, тем не менее, совсем скоро станет холодно. Минусовая температура захватит наш регион. И самое время, хотя, может быть, чуть раньше нужно было даже задуматься, о подготовке своих железных коней к зиме. Кстати, Артур, спасибо тебе большое. Несмотря на то, что буквально несколько часов назад Артур попал в ДТП на мотоцикле, перевернулся на нём, поцарапал сильно шлем и чуть-чуть пострадал сам, всё-таки дошёл до нашей студии и вот сейчас участвует в эфире. Как? Нормально себя чувствуешь? Самочувствие нормально? Прекрасно. Всё хорошо, да. Я не ушибся. Экипировка, благо, отработала нормально. Шлем, то, что поцарапался, на самом деле, это нормальное явление. В остальном, ну, как правильно говорят, экипировка – это самое важное, что должно быть на мотоциклисте, потому что без неё никак. Как? Несмотря на то, что Артур гораздо чаще ездит за рулём двухколёсного транспортного средства, но ремонтирует он и мотоциклы, и машины одинаково хорошо. Сегодня как раз как специалист расскажет нам, как готовить машины. Я буду задавать такие вопросы, которые, возможно, ему покажутся слишком простыми, но нам, девочкам, ну, сам Бог велел спрашивать по-простому, чтобы и вам было всё понятно. Понятно. Начнём с того, что, понятное дело, поменять резину с летней на зимнюю – этого мало. Но с этого, видимо, стоит начать. А когда? Вот сейчас уже нужно, если вчера лежал снег на автомобилях? Само собой. Менять резину – это очень важный аспект. Хоть и для нашего региона даже, мне помнится, были прописаны временные рамки, когда необходимо переходить на зимнюю резину, в принципе, любой автовладелец по осени имеет право в совершенно любой угодный ему момент переобуться и не переживать за то, что у него износится резина, там пострадают шипы и будет какой-либо ущерб самой важной части автомобиля, потому что у нас погода может быть и с заморозками, может быть и резко тепло, перепады температур весьма губительно могут повлиять на машину. То есть так сильно шипы не страдают на асфальте, как часто об этом говорят? Естественно, они практически не страдают. Все зависит от того, какая резина используется, потому что многие зачастую дешевят, покупают себе очень грубую, жесткую резину, что, собственно, в корне неверно. Из-за этого и страдают шипы, потому что недостаточно мягкости материала, самого наружного покрытия, защитного покрытия покрышки, и поэтому шип не успевает утопиться на нужную ему глубину, он и стирается об асфальт. Ну, плюс ко всему важно не ездить, скажем так, не горцевать на дороге, потому что многие по юности, по молодости, по глупости любят с пробуксовочкой, где-нибудь порезче повернуть, побыстрее пройти поворот. Это вредно для любого типа шин. А можно ли покупать бэушную резину? Ну, вот, например, такая ситуация, что нет денег, прям все новое взять. Или ты, как специалист, не советовал бы это делать? Или все нужно смотреть? Естественно, любой продукт нужно проверять, несмотря на то, что шины у нас и новые, и бэушные попадаются, они бывают плохие, что те, что те. Дабы избежать попадания на брак, который у вас может, к сожалению, как было в моем опыте, взорваться прям посреди трассы. Ой, расскажите эту историю. У меня произошло это, правда, не с зимней резиной, а с летней. Когда-то купил автомобильную марку Чемпира. Люди советовали, говорили то, что вроде бы неплохая резина. Думаю, да, попробую на своем автомобиле. Купил, обул, поехал. В итоге, не имея запасного колеса при себе, потому что в багажнике не было свободного места. Старую резину надо было тоже увозить, старые колеса куда-то грузить. У меня взорвалось заднее левое колесо, и я 60 километров добирался до дома на диске. Не имея возможности поменять ни на что. Там не было никаких повреждений, просто резина оказалась некачественная. Боковой корт просто хлопнул, не имея нужной прочности. Моя ошибка была в том, что я не досмотрел качество продукта, который покупаю, и поторопился. Получилось так, как с некоторыми марками ШИН происходит у нас. Но это не на легковые, на грузовые чаще попадается такая проблема, когда идет защитное покрытие, очень крепкая, износостойкая. А вот боковая часть покрышки, к сожалению, очень тонкая. И она очень нежная, мягкая, поэтому при боковой перегрузке оно любит взрываться. О чем производитель зачастую омалчивает, либо это попадается такая подделка, либо это бракованная партия. Хорошо, что ты тогда хотя бы не попал в ДТП, потому что взрывавшееся колесо могло спровоцировать и разворот машины, и перевороты. Да, и так удачно сложилось, что это было именно заднее колесо. Было бы переднее, было бы намного хуже. Ну, я поняла, тебе часто приходится, не раз приходилось бывать в каких-то ДТП и выходить из них, слава богу, живым и здоровым. В ДТП не приходилось как таково. То есть это единичные случаи, которых было всего три в моей жизни. Но вот такие веселые, скажем так, в кавычках, ситуации происходили неоднократно. И это все-таки опыт. Я когда готовилась к эфиру, я же сильно в подготовке машины к зиме не разбираюсь, но читала некоторые пункты, которые указываются в интернете, что нужно подготовить. После колес там говорилось о проверке аккумулятора. Как его проверять, как посмотреть, что он еще жив. И вообще, можно ли его использовать уже, ну, просто, пока он собственной смертью не умрет? Или есть какое-то время? Вот столько лет отъездил, все, берем новый. Вообще, аккумулятор – это такое изделие, которое весьма требует к себе внимания. Нежного отношения. Да, отношения, заботы, ласки, скажем так. На зиму аккумулятор рекомендуется всегда упаковывать в теплый изоляционный мешок, который есть, в частности, в продаже, в магазинах. Обыкновенная мягкая коробка тканевая с наполнителем, который не дает аккумулятору промерзнуть. То есть, подождите, в мешок его упаковывать и ставить в машину? Конечно. Прям в мешке? Да, прямо в этой конструкции, в моторный отсек на штатное посадочное место. Это позволяет аккумулятору не промерзать, потому что все-таки кислотный аккумулятор – это жидкость, она мерзнет в любом случае. У нее есть своя температура замерзания. Опять же, как проверить аккумулятор на его пригодность? Машина ездит, значит, нормально. Нет, так не подходит, да? Так не подходит. Бывает так, что аккумулятор вроде бы нормально крутит, а чуть ему дашь холода, он просто перестает работать, он отказывает. Ну так у нас люди понимают, когда вот начинает снег выпал, минусовая температура, и с утра во всех чатах спасите, помогите, аккумулятор не завел машину. Да, прикурите мне машину, но, увы, это все из-за чего? Из-за того, что многие люди не до конца понимают всей ответственности и важности за заботу о некоторых моментах автомобиля, о некоторых его узлах, агрегатах. И вообще, в принципе, транспортное средство, оно всегда требует к себе очень много внимания и должного отношения. А не просто залил бензин. Конечно. И аккумулятор, в частности, вот как проверяем на автосервисах, вот как все специалисты проверяют, насколько он пригоден к эксплуатации и как скоро его придется менять. В первую очередь, лучше, конечно, работу доверить человеку, который занимается этим не первый раз, все-таки обратиться к специалисту. Но можно и самому достаточно открыть пробки заливные и посмотреть на состояние пластин. Если они начали раскрашиваться, осыпаться, там потемнели очень сильно, это уже первый признак к тому, что аккумулятор скоро выйдет из строя, придет в непригодное состояние. Обратите внимание на уровень жидкости в нем, потому что кислотный раствор, который находится, сам вот этот электролит, это рабочая среда аккумулятора, и нужно следить за ее уровнем. Если из аккумулятора начала выкипать жидкость, это говорит о том, что у него есть короткое замыкание в той или иной секции, которая выделяет ток, а, соответственно, уже при этом не будет таких параметров в должном количестве, как пусковой ток, как рабочее напряжение, это все будет падать и не будет хватать автомобилю для корректной работы. Уважаемые слушатели, если вам тоже примерно, как и мне, непонятна большая часть слов, которые сейчас Артур сказал, то лучше доверите это специалисту, отвезите машину на сервис, и пусть вам там проверят работу аккумулятора. Лучше не снимать с него крышки и не приверять самостоятельно. Но на самом деле это не так уж и сложно, главное это делать в перчатках. Чтобы не обжечь руки. А так совершенно верно, доверьте лучше работу специалисту. Сколько лет вообще может в среднем служить аккумулятор, или так сходу не сказать, потому что все зависит от того, как эксплуатируешь автомобиль, насколько часто, серьезно, много. Нет, аккумулятор на самом деле вещь, которая служит достаточно долго, все зависит больше от, как бы так это назвать, от совести производителя, от качества самого продукта, ну и, естественно, от регионов, в котором эксплуатируется. К сожалению, у нас на севере аккумуляторы страдают намного чаще, чем в южных широтах, потому что у нас перепады температур регулярнее выводят из строя пластины, которые вырабатывают ток. А вот это правда, что когда, если приходится ездить на короткие расстояния, например, близко живешь к работе, там, полкилометра, да, но все равно не хочется идти пешком, километр, завел, доехал, оставил машину, что этим, говорят, аккумулятор только убивается. Это правда? Нет. Нет? Аккумулятор этим не убивается. А что, какой-то другой агрегат, узел в машине убивается короткими поисками? Если не прогревать двигатель в должном количестве времени, то тогда да, мотор от этого страдает. Тогда лучше пешочком все-таки. Конечно. Так, следующий пункт, который был указан специалистами, видимо, которые писали много разных статей в интернете про подготовку машин к зиме, это замена моторного масла. Вообще его надо менять перед каждой зимой или с течением какой-то времени, несмотря на сколько тысяч километров ты наездил. Или лучше, чем чаще, тем лучше. Вообще замена масла – это регламентное и плановое обслуживание двигателя. Замена масла производится либо по километражу, то есть производитель указывает, какое количество тысяч километров может это масло эксплуатироваться в двигателе, либо это ежесезонная замена масла, то есть на зиму, на лето. Если человек, допустим, отъездил там 2-3 тысячи километров всего лишь за какой-то период времени, лучше перед зимовкой масло заменить. Все-таки. Конечно. А универсального масла не бывает? Оно у нас и без этого универсальное. Нет, я имею в виду, чтобы зиму, лето не менять. Или все-таки там есть какая-то разница по его характеристикам? По характеристикам у любого моторного масла есть определенная разница. Все зависит от того, под какой двигатель оно подбирается. То есть тут не зима, лето играет роль? Конечно. Тут играет роль только эксплуатационные параметры двигателя, в котором это масло будет работать. Но, опять же, почему рекомендуется менять, допустим, после зимы, перед летом масло, если оно проходило уже несколько тысяч километров, либо перед зимовкой заменить. Меняется в процессе эксплуатации вязкость масла. И меняется его плотность. Все характеристики самой жидкости технической могут измениться в течение даже короткого периода времени в зависимости от того, как его использовали и как ездили на этой машине. Артур, много вопросов я уже успела тебе задать. Еще больше осталось. А мы так лихо подобрались к рекламной паузе. Полпрограммы уже прошло. Так что, уважаемые телезрители и радиослушатели, не переключайте ФМ-Волну и свой телеканал. Мы совсем скоро к вам вернемся. С вами по-прежнему «Все путем». Это цикл радиопередач о правилах дорожного движения и вообще обо всем, что связано с машинами и дорогами. Программу веду я, Екатерина Богданова. В гостях у нас автомотомеханик Артур Бреславец. И продолжаем с ним разговор о подготовке машины к зиме. Мы уже видим за окном прохлада, снег уже выпал. Кто еще не занялся вопросом своих железных коней, чтобы все было хорошо с ними в зимний период в нашем городе, то уже вот прям срочно нужно решить начать этим заниматься, обратиться к специалистам. Или, если вы на это способны, то самостоятельно подготовить машины. Мы уже поговорили про замену летних покрышек шин на зимние, уже поговорили про аккумулятор, поговорили про моторное масло и дошли до проверки системы охлаждения. Какие здесь нюансы? Системы охлаждения? Нюансов там всегда много. Когда заглядываешь в моторный отсек, весьма важно посмотреть, есть ли где какие-либо протечки. Потому что двигатель это, однако, такой агрегат, который постоянно подвержен температурным воздействиям, перепадам температур. То есть он то горячий, то холодный, то промерзший, то перегретый. Соответственно, следует регулярно заглядывать, проверять, в каком состоянии все соединения. Конечно, полностью все не пролезешь, тем более далеко не на каждой машине. Но стоит уделять внимание хотя бы ближайшим рукавам охлаждения, которые продводятся к радиатору, и периодически проверять уровень жидкости охлаждающей. Также, что очень важно перед зимовкой, это проверить состояние самого антифриза и при необходимости сделать его замену. Почему? Потому что плотность данной жидкости легко меняется в процессе эксплуатации и превращается, грубо говоря, уже в воду цвета компота, которая не выполняет необходимых функций в охлаждении двигателя и может в ненужный момент закипеть, либо просто встать льдом в машине. Тормоза. Это вообще важно всегда и летом, и зимой, но зимой особенно, потому что если зимой откажут тормоза, это будет совсем печально и может привести к трагическим последствиям на дороге, чего нам всем очень, конечно, не хочется. Как здесь быть, что проверять и какие самые частые поломки случаются вот в этой части автомобиля? Или частые недосмотры людей? Конечно, недосмотры в основном происходят, но, опять же, это всего лишь причина тяжелых последствий, которые могут встретиться на дороге. Дело в том, что в тормозной системе там очень много важных моментов, которые невозможно увидеть, не сняв сами детали. В частности, когда люди приезжают на замену тормозных колодок, они просят продешевить, просто вытащить колодочки, поставить новые и ничего больше как таково не смотреть, не проверять. Предостерегу сразу, это желательно делать как можно чаще, потому что тормозной механизм может заклинить как от перегрева, так и от коррозии, от грязи. И этот узел надо, чтобы специалисты чистили и проверяли как можно чаще. А кроме того, что снять колодки, поменять, что еще нужно делать? Проверить состояние тормозных дисков, состояние тормозной жидкости всех шлангов, потому что в холоде эластичные шланги могут принять твердое состояние, конечно, лопнуть. Особенно следует проверять места, где пальцовка металлических элементов, то есть штуцеров, которые примыкают уже непосредственно к суппортам, либо к тормозной магистрали. Надо проверять еще качество и состояние самой тормозной жидкости, что легко определить банально по ее цвету, когда открываешь тормозной бачок и видишь там вместо идеально прозрачной жидкости изношенную желтую, либо почти черную. Приходилось в практике сталкиваться вот с такими? Очень регулярно, это самая распространенная работа. Да, просто люди пытаются сэкономить, а здесь лучше такого не делать, потому что в любой ситуации тормоза откажут, и на дороге ты не будешь знать, что делать. Конечно, и есть, как бы немножко некультурно будет выражено, народная поговорка среди водителей Краилова приводит к попадалову. Поэтому, когда выкраиваешь каждый грош, извини, можно вкорячиться, но очень дорого. Еще и пострадать самому, кроме автомобиля. И если пострадаешь сам, либо автомобиль, могут пострадать ни в чем не повинные люди. А виноват ты, который решил сэкономить и заменить только колодки. Конечно, виноват только пустой кошелек. Следующее, или может быть кому-то времени жалко, побыстрее просят. И такое тоже бывает, с этим тоже сталкивались. Следующий пункт, о котором хотелось бы поговорить, подготовка системы очистки лобового стекла. Мы не всегда придаем значение, дворники работают, нет. А на самом деле, особенно, когда вдруг ты выйдешь, а у тебя там мокрый снег валит, ты поймешь, что это один из самых нужных элементов машины. Да и летом сильные дожди, если такие дождливые регионы. Это весьма важный аспект. У нас даже в КААПе, как указано, запрещена эксплуатация транспортного средства при неисправном стеклоочистителе. Потому что ты можешь просто ничего не увидеть. Конечно. Это очень важно, когда сохраняется правильный, нормальный обзор для водителя. Вообще, ТО, так называемое ТО, вот этого механизма происходит перед зимовкой. Достаточно редко, мало кто обращается за этим всем. Но мы рекомендуем залезть и проверить сами трапеции, сами шарниры, все механизмы. Почему? Потому что в ненужный момент это может при нагрузке под снегом заклинить, либо разломаться, и человек останется вообще без стеклоочистителя. Бог бы с ним сами щетки. Они хотя бы руками снимаются, меняются вот на лобовом стекле. Опять же, сами щетки стеклоочистителя нужно подбирать такие, которые не только подходят просто по размеру, но и все-таки читать иногда параметры. Бывают щетки, которые пишут, что зимние, а у них мягкость сохраняется только до минус пяти. А потом они дубеют и ничего не очищают. А потом они не чистят ничего. Либо они покрыты какой-то непонятной оболочкой, которая ничего не счищает. То есть всегда важно отнестись к любой проверке машины, к любой ее подготовке с тщательностью. Посмотреть все углубленно, вникнуть в это все. Иначе просто можно ждать беды в таком случае. Еще один пункт, который был указан в плане подготовки машины к зиме – работы, связанные с утеплением. Я не совсем поняла, что имелось здесь в виду. Может быть, вот этот мешок для аккумулятора, а может быть, еще что-то нужно утеплять? Утепление машины в основном касается именно моторного отсека. А, мотор, одеяло, точно, кладут который. Верно, верно. Есть автоодеяло, которое действительно функционирует. Они, пусть и стоят дорого, но они очень здорово помогают сохранить нормальный температурный режим для двигателя, что поможет избежать его промерзания зимой. Особенно у нас периоды бывали, когда морозы и под 30, и за 30. Приходилось очень худо. Вот что немаловажно, его хотя бы просто приобрести, пусть оно будет. Если сильные морозы нагрянут, это недолго. Открыть капот, устелить это одеяло и закрыть. Все. А утеплить аккумулятор я предлагаю уже сейчас. Это достаточно важный момент, если вы не уверены в качестве самого аккумулятора. И чтобы самих себя предостеречь от ненужного несрабатывания данной детали, лучше утеплить и хотя бы на какую-то долю процентов себя обезопасить и быть уверенным в том, что у вас двигатель запустится в холодную погоду. Да, то встаешь с утра, а на улице грянули морозы, а еще и машина отказалась вести тебя на работу. Вот тогда ты вспомнишь, что ты не подумал ни об утеплении аккумулятора, ни об одеяле для мотора. Конечно, а потом на тебя и прикуривать-то как таково бессмысленно, потому что аккумулятор просто замерз. Уже не запустится. Есть еще такой пункт, как защита кузова от воздействия вредных реагентов соли и песка. Мы знаем, у нас часто машины страдают от этого на дорогах, от средств, которыми обрабатывают, наверное, противогололедные. Также обработка замков и резиновых уплотнителей. Вот как можно защитить машину от вот этих реагентов и чем как-то сделать? Специальные какие-то средства можно ли это сделать самостоятельно? Или все-таки ехать в сервис, отдавать машину специалистам? Здесь процесс делится на две части. Процесс, который можно сделать самому, и процесс, который сделают только в мастерской. Дело в том, что противокоррозийная обработка, она производится не только перед зимовкой, она в любой период времени делается, опять же, по желанию владельца автомобиля. Но это противокоррозийная обработка днища в основном, и его некоторых элементов. Для этого машину необходимо отмыть, очистить от всего, что на ней есть, загнать в мастерскую. Там уже специалисты долго, муторно возятся с тем, чтобы проработать и изолировать от попадания вредных солей, влаги и прочих воздействий. Все днище машины, также некоторые элементы кузова, такие как лонжероны, такие как стаканы для пружин, и даже подрамники обрабатывают внутри, чтобы они не корродировали, не гнили, потому что там есть вентиляционные отверстия, а потом, как мы знаем, откручивать закисшие болты никто не хочет. А вот то, что можно сделать собственными руками, это как раз-таки пройтись банально силиконовой смазкой по дверным уплотнениям, по замкам, по уплотнениям багажника очень рекомендую. Почему? Потому что силиконовая смазка имеет определенную жирность, она имеет благодаря этому влаготалкивающие свойства и не позволяет в дальнейшем примерзать дверям либо крышке багажника на своем месте, чтобы потом не было, когда ты приходишь утром, думаешь, что вот, все, машина с автозапуска прогрета, все замечательно, сейчас открою, поеду, но нет. Потому что замок замерз. Либо замок замерз, либо замерзла сама дверь, и ты не можешь ее открыть, тебе приходится ее отдирать чуть ли не с уплотнителем. Проходили, сталкивались, единственное, что может помочь, это только вот такого рода обработка, ее лучше всего делать хотя бы там раз в недельку. То есть это такая на постоянной основе уход за машиной. Да, зимой то же самое, как себя кремом помазать на ночь, касаемо девочек. Ну, мальчиков-то, да, не все, наверное, этим занимаются. Артур, вот такой шкурный вопрос. Если вот человек сам не готов обслуживать машину, но он хочет, чтобы с ней было все в порядке, и он готовит его к зиме. Я понимаю, что все может быть по-разному, зависит от автомобиля, от того, в каком состоянии сейчас находится. Но можно ли как-то взять среднестатистический автомобиль и сказать, во сколько обойдется денег и сколько займет дней подготовка к зиме обычного автомобиля, обычного мурманчанина? В среднем у нас легковые автомобили, вот так вот, если сезонное ТО проходит, то есть касаемо там замены масла, со снятием, даже если возьмем со снятием защиты, проверка тормозных систем всех, проверка системы охлаждения, полный осмотр моторного отсека, там, допустим, чистка некоторых дополнительных элементов, ну, таких, как вот дверные замки, там, со снятием дверных карт, некоторые у нас обращаются, мы тоже производим чистку всех этих механизмов, их смазку. Минимальная стоимость такого полного ТО будет порядка 5000 рублей. Я считаю, что перед зимой... Это немного. Да, это немного. И чем потом вкрячется на 200 тысяч, лучше заплатить 5, но тебе специалист сделает, и ты будешь обезопасен хотя бы, ну, пусть не на 100%, но на 80-90 уж точно. И получишь все необходимые рекомендации, а дальше будет уже непосредственно твоя ответственность, как с этим быть, и что дальше делать. Во сколько дней это уложится? Обычно это все в течение дня производится. Вот отлично. Бывают автомобили, у которых все достаточно хорошо, машины ухоженные, вот такое ТО занимает несколько часов. Артур, на этом мы уже вот убежали за время эфира. Спасибо большое, что прибыл к нам и рассказал нам о подготовке к зиме. С вами была программа «Все путем». Еще услышимся. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин